Всем доброго времени суток, друзья, с вами Доминиров и сегодня я расскажу вам, сколько будут стоить скинчики из Subject X коллекции, которая выйдет совсем скоро уже на рынок. Посмотрим, сколько будут стоить граффити, наклеечки, оружие, как на этом трейдить, куда уложить, куда проинвестировать. С вас лайк, обязательно, если хочешь больше видеороликов, пиши айдишник в комментариях, для того, чтобы участвовать в прокачке инвентаря розыгрыша следующего годпасса. Короче, с вас актив, с меня контент, поехали. Все снимаю одним дублем, поэтому, ребятки, сразу прошу прощения за отсутствие качества каких-то крутых анимаций и прочее. Просто решил для вас, пока есть время, записать этот видосик, чтобы вы решили для себя все же, как инвестировать, что закупить. Давайте, во-первых, посмотрим, что мне выпало из Subject X коллекции за все время. То есть, мне выпали перчаточки хаунд, что за первый пас, что за второй. Это 100-трековский хаунд, Аккор 12 и еще несколько легендарок. То есть, это у нас рулетки. Здесь, на самом деле, ничего особо не выпало. Вот первая аркана и достаточно неплохое количество легендарок. В целом, пас удался. По той причине, что и перчатки выпали, и все выпало. Все очень круто. На самом деле, кто бы ни покупал, у всех очень крутой дроп. Кому-то эмки выпадают, кому-то крутые перчатки, арканы. Очень много аркан вот таких выпадает. Соответственно, я могу предполагать, что скины будут намного дешевле. Давайте мы сначала посмотрим, сколько будут примерно стоить скинчики. А потом я вам расскажу, что из этих скинчиков можно закупить. Еще раз, друзья, прошу прямо сейчас, поставьте лайк. Это очень важно. Смотрите видеоролик от начала и до конца и выигрывайте в прокачке инвентаря. Короче, смотрим. Собственно, у нас здесь получается первое оружие. Ну, начнем с пулеметов. Ребят, как вообще смотреть стоимость примерно на рынке? Заходим в фильтр, заходим в последнюю коллекцию, Sunstrike. Выбираем и смотрим. Вот такие вот у нас рарочки. Примерно стоимость рарок уже понятна. На самом деле, я бы стоимость чуть повыше дал. Но поскольку, опять же, этот пас есть почти у всех. Причем полный. Это вот у меня золотой. Стоимость примерно 0,51 голода. Хотя скин выглядит очень круто. Стотрековская версия примерно 5 голоды будет стоить. Теперь фиолетовый крутой скин с черепком. То есть, мне нравится. Конечно, здесь какие-то размыленные текстуры. Но я думаю, ок. Следующий скинчик это у нас береты. Береты будут покруче. На самом деле, если берета станет мета, эти береты могут достаточно неплохо стоить. Конечно, они тоже часто выпадают. Ну, по стоимости примерно так же, как и пулемет. Я бы здесь им поставил где-то 1 голоду. Где-то 0,71 голода. Стотрековская версия 5-7 голоды может стоить. Глок хаунд. Это у нас достаточно крутой глок. Если найти прекрасный паттерн, то можно очень даже неплохо окупиться. Если вам выпала статрековская версия, считайте, что она будет стоить очень даже неплохо. Мне кажется, что все-таки статрековская версия должна стоить где-то 50-70 голоды. Потому что это глок, это мейн оружие. И это очень крутой скин. Особенно с перчатками хаунд красными очень круто подходит. Все зависит от паттерна. Здесь точной стоимости дать не могу. Обычной версии я бы дал примерно 5-8 голоды. И статрековская версия может стоить где-то 30-35. Такой разброс, потому что все-таки глок реально крутой. Я бы себе свой инвентарь его заимел. М40. М40 мне не нравится. По стоимости вообще варьировать не могу. Скорее всего, очень дешевая будет. Примерно 3-4 голоды. Обычная версия статрековская даже до десятки доходить, мне кажется, не будет. Ну, обычная М40. Да, эпическая. Но... Что такого в ней нет. Акр12. Вот Акр12 вообще эмбо. То есть, да, он много опять же кому выпал. Все зависит от паттерна. Какой здесь паттерн. Потому что в паттерне есть красная рука, есть черная рука, есть черепа разная. Вот опять красная рука. Видите? Сейчас я вам найду черную руку. Мне кажется, она тоже где-то должна быть. Вот там череп был. Ну, короче, здесь все зависит тоже от паттерна. Обычная версия вот черная рука, о которой я говорил. Здесь черепа. Все зависит от паттерна. Точной стоимости опять же тоже дать не могу. Инвестиция плохая вообще в любое оружие, которое здесь есть. Будь это лего, эпик или рарка. Поэтому мы их даже особо в инвестицию в трейд не рассматриваем. Здесь Акр12 хаунд у нас с вами будет стоить. Обычная версия. Примерно 40-60 голоды. И статрековская версия будет уверенно достигать 150-200, мне кажется. То есть я думаю, что не так много статрековских калашей таких выпало. Поэтому имба. И выглядит очень круто. Расти он будет по-любому. Поэтому неплохой вариант. В цене я могу ошибаться. Потому что давайте опять же просто зайдем в пример на рынок. Посмотрим, что у нас с вами было с легендарочками. Вот статрековская версия. Так себе легендарки стоят 200 голоды. Мне кажется, все-таки этот Акр будет стоить до 300. Давайте так, до 300. Обычная где-то 50-70. Такой диапазон. Здесь даже вообще диапазон был 30-60. Но опять же, фанфала такое себе оружие. Вот Эмка. Я бы сравнил именно с ней. Потому что тоже легендарка. Нормальный вариант. Сатрековская версия. Вот вам 300 голоды. Пожалуйста, будет стоить. Сколько будет стоить эта Аркана? Вопрос. Все так же будет зависеть от паттерна. С этим паттерном я не особо разобрался. Я так и не понял, что это такое. Эмка классно выглядит. Возможно, она будет прям такой заряженной. Статрековская версия может неплохо стоить. Но поскольку я видел, что очень часто выпадает какой-то топовый дроп людям. Мне кажется, она не будет дорогой. То есть обычная версия примерно 400-600 голоды. О, кстати, гласованные дали. Статрековская версия может быть несколько тысяч. То есть в целом, как бы, мне кажется, полторы-две тысячи она будет стоить. С дальнейшим ростом. Потому что любая Аркана в игре, она растет. Рано или поздно она вырастет. Возьмите тот же самый 5.7 Poison или там, не знаю, М40 Monster. Короче, они растут. Все будет. Просто надо будет подождать. Что касаемо... Здесь инвестиции только в Эмку. Но это будет долго. Поэтому не знаю. Не знаю. Но здесь могу прогадать. Граффити дефолт. Просто смотрим по стоимости. Граффити из последней коллекции. Они схожи будут. То есть, ну вот, многие эпически, легендарно. Даже одной голоды стоить не будут. Вот Аркана. Что-то 5 голоды. И все. Ну, то есть, мне кажется, 3 голоды. Одна. 0.70, 0.70, 0.50, 0.30. Ну, короче. Граффити это вообще самая отстала история. Самая дешевая. И лучше бы даже, наверное, падало серебро, нежели такое граффити. Ну и наклейки. Наклейки это интересно. Здесь у нас уже есть идея, куда проинвестировать. Что купить. Ребятки, еще раз говорю. Кто только зашел на этот видеоролик. Кто хотел бы участвовать в прокачке инвентаря. Которые скоро будут. Я планирую уже с декабря, либо с конца ноября набирать людей в прокачку. Нормально записывать видосы. Потому что вижу, видосы отстают. Их не хватает. Логин и пароль в вашу прокачку не беру. У меня есть промокоды. И у меня есть голода. Поэтому, как бы, ну, прокачать там инвентарь. Никаких проблем не составит. Я извиняюсь, там соседи балдеют. Что-то сверлят. Не суть. Короче, кто хочет участвовать, с вас лайк обязательно. Смотрите видеоролики от начала до конца. И проявляйте свою активность. В комментариях обязательно свой айдишник. А мы приступаем, собственно, к наклеечкам. Я очень заранее извиняюсь перед вами, друзья, что там звуки есть посторонние. Не знаю, будет слышно или их нет. Но я даже в наушниках слышал. Короче, наклейка Sticker Subject X. Если, опять же, будем брать с вами пример. А, как мы видим, с вами, ну, наклейки особо-то и не растут. То есть я примерно так и полагаю, что это даже будет дешевле. 5-6 голды, 6-7 голды. Вот эта сосочка будет стоить 10-15. Но, черт возьми, эта наклейка, она офигенная. Ну, вот, серьезно. Я вам просто приведу в пример. О, я себе наклеил 4 такие штуки вот сюда. Ну, блин, ну, она реально потрясающая. Классная анимация, какой-то смесь безумства. Очень круто будет смотреться. Рекомендую к закупу, максимальному закупу. Вот прям топ-идея. Вот, ребят, отвечаю. Вот эта наклейка. Сомневаюсь, она мне просто не нравится. На скинах она будет тоже поверхностно смотреться. Это эпик. В цене будет даже уступать, скорее всего, вот этой. По стоимости примерно 10 голды. 12 голды будет стоить. Следующий у нас легендарочки. Давайте посмотрим, какие у нас есть альтернативы по легендаркам. Ну, вот, как говорите, 40-50 голды. Это нормальный диапазон. Это хорошая наклейка тоже для инвестиций. Она имеет вот такой классный анимационный эффект. На многие оружия она подходит. Поэтому, ну, 30-50 голды вообще спокойны. Если даже будет стоить чуть дороже, ничего страшного. Не переживайте, потому что она в цене все равно упадет. И ее можно будет купить. Ну, и Рэббид. Рэббид кауэр. Наклейка, которая очень круто мне понравилась. То есть, у меня уже есть два Рэббида на калаше. На фьюре. И они очень круто смотрятся. Я вам просто покажу, в пример, вот, допустим, наклеить наклеечку. Где у нас вот Рэббид еще есть. Мы просто берем Рэббид наклеиваем. Смотрите, как офигенно может смотреть скалаш, если четырьмя наклейками его обклеить. Наклейка, которая заслуживает вообще достаточно хороший ценник. Но поскольку, опять же говорю, этот паз был, видимо, выкручен по шансам более крутого дропа. Очевидно, подать цена будет на него знатно. То есть, если она будет стоить 400 голды, это нормально. 400 голды вообще круто. Закупать я ее 100% буду. Возможно, на всю голду, которая у меня будет. Даже легендарки не буду смотреть. Я эпики возьму ее. Она мне нравится. Ну и по брелкам. У нас всего две категории осталось. Это брелочки и перчаточки. Брелки. Все дефолт. Также давайте посмотрим рынок. Какой анализ у нас есть. Ну, 7-8 голды где-то. Вон, видите, 8-9. То есть, рарки, они примерно по 7 голды выходят. Вот такие вот. Мне кажется, даже 5-6 голды. Вот это крутая штука. Мне нравится. Пила прям заряженная. Как будто бы, знаете... Ну, это, блин, я не пром... Ну, это пила какая-то особенная. Вот. Для Франкенштейна была. Я думаю, что... Я, кстати, все время в наушниках сижу. Наверное, их надо было снять. Туплю. Но не суть. Короче, я считаю, что эта пила может стоить 7-8 голды. Нормальная штука. Вырастется не потом. Так, вот это... Блин, круто выглядит такой переливающий эффект. Возможно, каким-то апрельным скинам ее можно круто заиметь. Я не знаю, у меня есть вообще такая. И что-то, кстати, прикиньте, столько всего выпало. А я даже не обратил внимания. Есть ли у меня... Ну, вот мне выпала легендарка отсюда. Несколько пива и несколько рарок. Это все. То есть, мне не выпало в этот шук. Поэтому я ее даже не заметил. Вот эти по цене будут нормально. Стоить 15-20 голды. Можно даже от них ожидать. Норм. Легендарочка. Да по дефолту здесь дорогое стоить не будет. Да даже фиг с ней. Че, не так. Типа коллекция чибиков. Ну, где-то 50 голды максимум она будет стоить. 50-70, окей. Ну, и Аркана. Я не знаю. Мне кто-то говорит, что топовая Аркана. Олег, она крута. Вообще, вау. Не знаю. Она мне не нравится. По цене, мне кажется, дорогой особо не будет. Я бы ей поставил стоимость, ну, 250-350 голды. Хотя она редкая. Все зависит от редкости. Вопрос, сколько ее выпало. Если ее выпало очень мало, в цене она будет спокойно 500-600 стоить. Если их было много, то, ну, извините, 250 голды это предел. По наклею получается, господи, у нас по перчаткам. Опять же, друзья, кто только сейчас подключился к видеоролику прямо сейчас, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и обязательно в Телеграм подписочку оформите. Потому что там будут итоги победителей. Там раздача промокодов, там голда. Короче, здесь есть все. Я раздаю только тогда, когда вижу актив. Если я вижу актив, то я готов и по 10 промокодов за стрим раздать. Кстати, на стримы тоже заходите. Это важно. Этот видеоролик вы увидите 24 ноября. Осталось всего 13 часов до окончания пас-пропуска. Мы все это дело посмотрим, примерно глянем. Я решил в одном видеоролике все вместе запилить. Я не знаю, сможете ли вы его досмотреть. Если смогли досмотреть до этого момента, напишите в чате слово. Не знаю, ну давайте Новый год. Давайте Новый год. Как бы атмосфера праздничная. Новый год. Напишите в чате Новый год. Короче, по перчаткам. Лично мой субъективный топ перчаток. Вот я не знаю, как вы, но перчатка Хаунд первая. Потом это для меня синяя. Они мне больше нравятся. Потом фиолетовая. Потом зеленая. Наверное, потом вот эти и вот эти. Хотя вот эти салатовые интересно смотрятся. Говорят, зеленое говно. Вот. Но топ-3 100% в этих перчатках. Тут даже спорить не стоит. Хаунд одни из самых желанных перчь. Но мне нравятся лично вот эти шаттеры. Я их по-любому буду закупать, когда они выйдут. Фиолетовые тоже буду закупать. Но в общем, у меня вот будет все от этих трех перчаток. Остальные меня не интересуют. По стоимости. Сколько же они будут стоить? Поскольку у нас пас-пропуск всего 30 уровней. Достаточно просто было его пройти. Купить. То есть стоимость перчаток дорогой не будет. Давайте я вам покажу просто пример. Мы с вами берем фильтр. Мы ставим фильтр перчаток. И заходим. Смотрим. Вот последние перчатки, которые у нас были. Но они были намного сложнее. Добивались. И по цене, как мы видим, они ничего не стоят. Поэтому мы можем ожидать, что эти перчатки будут так же дешевые. С каждым пасом такие арканы все дешевле и дешевле. Здесь бы по стоимости я добыл по полторашку. Полторы тысячи голоды. Идеально. Тысяча триста пятьдесят. Тысяча сто. Аналогично. Тысяча триста. Тысяча сто. Где-то будут стоить. Вот эта вся тема. Это, это и это. Они будут самые дешевые по стоимости. Мне кажется, где-то семьсот, восемьсот голоды. Ну, тысяча. Предел тысяча. Если они будут дороже, я очень сильно удивлюсь. Потому что я говорю, этот пас есть практически у всех этих перчаток. Их очень много. Они будут дешевые. Потому что, смотрите, тридцать уровней. Люди проходят бесплатно. Это было очень просто. Задонатили на голодпласт семьсот рублей. Либо выиграли. Кстати, у меня выиграли. На стриме недавно раздавали голодпластик. Поэтому не забудьте участвовать. А для этого включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни один стрим. Короче. Здесь вы за семьсот рублей получаете перчатки. Что такое семьсот рублей? Семьсот рублей это ничего, по сути дела. Это, ну, семьсот голоды. Ну, дай бог, пятьсот, шестьсот, семьсот. Как бы за счет того, что они только выйдут, они будут свежие. Возможно, они будут подороже. Но долгую перспективу этим перчаткам я бы не дал. Очень обидно, что там, допустим, Roller, Rolls, Fossil, которые вышли уже давно. Они в цене сейчас просели до восемьсот голоды. Ребят, восемьсот голоды. Это очень дешево. Вот. По перчаткам как бы все. Инвестиция в перчатки. Ни в коем случае. Я вам ее не рекомендую. Здесь давайте глянем по рулетке. Рулетка, кстати, поинтереснее. То есть здесь есть определенные вопросы. Давайте глянем, что у нас здесь есть. Куда стоит инвестировать? Сколько это будет примерно стоить? Короче. Стикер Crimson School Color. Нормальная тема. 100% инвестиция для меня. Это что-то типа Good School. Я посмотрел. Очень круто смотрится сетом четырех наклейка МБА. Она только с рулетки падает. Это нестабильная награда. Ну, лайк. Дальше. По стоимости где-то. Ну, 50... 40-50 голоды. Селится будет. В цене будет расти. Рекомендую. Дальше. P90. P90 очень круто. Если вам выплыла статтрекская версия, вы счастливчик. Потому что это ревенант. Стоимость такого P90. Обычная версия будет 70-100. Статрековская где-то 300 голды будет стоить, мне кажется. Я уверен. Хотя... Ну, P90 никто не использует. Поэтому в цене здесь не угадать. Графф, не рассматривай меньше голды. Здесь стикер ночной мышки вот этой стрёмной. Она хоть имеет холл эффект, но... Ах, ребята, в цене. Я всё-таки её полностью не уверен. Мне кажется, 10-20 голды это её предел. Ну, такой диапазон я дам. MP5. Обычная версия где-то 5 голды. И статрековская, дай бог, 10-15. То есть, всё зависит от того, как она часто падает. Но поскольку это рарка, поскольку кто-то багал, это всё. Режьте цены в два раза. Вот этот стикер шокит. Это имба. Один из крутых стикеров этой рулетки. Первый вот этот. Получается второй вот этот. Это самый крутой стикер именно для инвестиций. Большая площадь. Крутая анимация. Рекомендую. Достаточно редко его можно было выбить. Однозначно лайк и юзалис. Друзья, здесь вы его просто по цене можете взять где-то... Ну, мне кажется, цена будет 30-50. Потом можно будет подождать. Он будет очень много стоить. Граффти аналогично. Эта фигня будет стоить примерно 10 голды. 3-5 голды. Обычная статрековская 7-10. Ну, прикольно. То есть, это штука прикольная. Такая хоп и все, закрылась. Ну, не знаю. Вапи, поскольку это... Как бы легендарка, это... Вопрос. Есть вопрос определенный. Не знаю, сколько это будет стоить. Серьезно. Типа легендарка. Ну, у нас как будто бы нету какой-то ценности. Людям всем это повыпадало. Их будет много. Мне кажется, 25-35 голды будет стоить. Граффти. Очень крутой граффти. Была бы такая наклейка, было бы круто. Ну и ножик. Я знаю, что был баг в начале выхода этого прекрасного паса, этой рулетки. Был баг, когда люди за 20 голды выкупали ножи. Вопрос, перебанили их всех или нет, я не знаю. Поэтому все зависит от того, сколько этих ножей в игре. Если их перебанили, то отлично. Если их не перебанили, то цена ножа будет, там, не знаю, 400-500 голды. Это будет самый дешевый нож. Просто если... Здесь все зависит, опять же, от флота. Видите, здесь черная рука, череп. Тут все зависит от флота. Как бы по стоимости я бы дал ему, ну, косарь 100. Ну, короче, как тычки джавс примерно. Кто помнит, сколько они стоят, вот столько они стоят. Давайте я вам покажу. Вот столько в цене это и будет проходить. Здесь мы сейчас с вами покажем. Это черепочка джавс. Ну, вот 800 голды. В начале выхода они, конечно, подороже стоили. Это аналогичная коллекция с рулетки, поэтому вот так вот. Ну и 5-7. 5-7 это, наверное, венец всего этого паса. Нет, все это рулетки. А стоимость обычной версии где-то 100, может быть, 200 голды. Может достигать. Хотя нет. Это же железная награда. Ну, мне кажется, все равно 100-200 она будет достигать. Статрекская версия. Ой, мамма миа, господи. 500-1000 вообще спокойно. В дальнейшем еще больше будет расти. Очень крутой 5-7. Это аналог октопуса. Октопуса. Вот этого, да. Статрекская версия. Тогда он стоит 800 голды. Сейчас он стоит уже 2400. Вот вам и рост. Я тогда вам еще говорю, что 5-7 покупать надо. Все скины, которые у меня есть, они... Жестко растут. Поэтому как-то так. Видос вышел на 20 минут. Кто реально досмотрел от начала до конца. Ребят, пишите. Новый год. Досмотрел до конца. С вас обязательно лайк. 20-минутный контент. Я надеюсь, что у меня было нормально слышно. Прикиньте, чисто все с одного дубля записал. Практически без каких-то трабл. Всем спасибо. Ждите шортики. Смотрите. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова